Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок. Хотите получать каждый год высокие урожаи качественных ягод, малины и смородины? Тогда обратите внимание на их состояние уже сейчас, во время созревания и уборки урожая. Дело в том, что именно в этот момент можно увидеть воочию признаки опасных вирусных заболеваний, которые могут лечить вас не просто урожая, но даже кустов самих ягодных культур. Для малины это вирусная рассыпуха и израстание, а для смородины махровость либо реверсия. Что такое вирусные болезни? И человек, и животные, и как оказывается растения поражаются вирусами. Опасность вирусов для растений в том, что они абсолютно неизлечимы. И один раз попав в растения, они уже остаются в нём навсегда. Они передаются при помощи посадочного материала, черенков, грязным инструментом и, конечно, при помощи насекомых-переносчиков. Их опасность ещё в том, что развиваются они долгое время скрытно. И когда проявляются, можно сказать, дело плохо и время ушло. Так что же сделать, чтобы они не появились у вас в саду? А если вдруг появились, чтобы они не успели полностью захватить ваш участок? Внимательно осмотреть свои кусты малины именно сейчас, когда созревает ягода. Вирус рассыпухи поражает в первую очередь именно ягодку. Вместо красивых, фигурных, плотненьких ягодок на плодоложе образуется всего несколько очень крупных костянок, как бусинки. И при любом прикосновении руки они рассыпаются. И вместо большого урожая вы имеете рассыпь на земле отдельных костяночек, бусинок. В дальнейшем весь куст становится просто пустым, без урожая. Именно сейчас, во время созревания, вы можете заметить это опасное вирусное заболевание и удалить этот куст полностью с корнями, с порослью из земли. Удалить и уничтожить. А за остальными кустами очень внимательно наблюдать. И если вы заметите, что на соседних побегах, на соседних кустах появились уродливые ягоды, из отдельных рассыпающихся костяночек такой куст удалить тоже следует. Рассаду с таких участков брать ни в коем случае нельзя. Если она еще здорова, это не значит, что она не заражена. Просто вирус еще не проявился. Вторым опасным заболеванием малины является вирусное израстание. Мы все привыкли, что малина растет очень высокая. Отдельные сорта способны образовать побеги до двух с половиной, а то и больше метров в длину. Они толстые, они тучные. И вдруг вы видите, что у вас вместо такой красоты из-под земли растет целая щетка тонких, толщиной со спичку, коротких побегов. Их очень много. Они либо не цветут, либо цветут очень скудно. Практически не завязывают ягод. Образуют такие плотные куртинки. Это именно вирусное израстание. Как только вы увидели такие кустики, немедленно удаляйте их из сада. Вылечить их невозможно. Если вы будете внимательно относиться к здоровью ваших посадок малины, то поверьте, ни один вирус не проскочит незамеченным. И вы быстренько его вычислите и уберете. У смородины сейчас можно также заметить, что некоторые кусты вроде как и цвели, но урожая практически нет. Либо на части куста, на отдельных ветках, либо весь куст стоит пустым, либо же на самых кончиках кисточек висит по одной-две ягодки. Это очень серьезный признак, который должен вас насторожить. Это может быть первый признак заражения куста реверсией, либо махровостью. Это тоже неизлечимое заболевание, которое активно переносится как с черенками, так и при помощи различных сокососущих насекомых, переносчиков, тлей и цикадок. Посидев на больном растении, такая цикадка перелетает на другой здоровый куст и заражает его при укусе. И как результат мы имеем большие, пышные, красивые кусты смородины, на которых практически нет ягод. Поэтому, если у вас в саду обнаружились вот такие ленивые кусты, на которых практически нет ягод, и дрозды здесь не виноваты вместе с заморозками, Это повод серьезно задуматься, нужны ли они у вас в саду. За ними, если вы не уверены, нужно понаблюдать. Если на следующий год вместо красивых, светло-желтых цветков с пятью лепестками образуются розоватые, красноватые, махровые цветки с острыми лепестками, такой куст однозначно выкапываем полностью и немедленно уничтожаем. Вирусным растением в саду не место. Но многие из вас спросят, а как же предупредить появление опасных вирусных болезней в саду? Во-первых, покупайте посадочный материал в проверенных сертифицированных питомниках, которые регулярно осматриваются карантинными инспекторами. Обязательно боритесь в своем саду с насекомыми-переносчиками. Это тля, цикадки, различные листогрызущие насекомые. Своевременно боритесь с сорняками под вашими кустарниками. Дело в том, что вирусы способны накапливаться именно в сорных растениях, откуда потом тля и переносит их на кусты. И, наконец, никогда не берите посадочный материал, черенки в непроверенных местах, у знакомых, где вы не уверены, что куст здоров, на дорогах, на развалах и различных ярмарках, если у продавца нет документов. Внимательно наблюдайте за своими растениями, заботьтесь о них, смотрите, нет ли подозрительных признаков, своевременно удаляйте все заболевшее, заботьтесь о нем. И поверьте, тогда сад проживет долгую, счастливую, плодотворную жизнь и будет каждый год награждать вас красивыми ягодами, полезными ягодами. А мы всегда рады помочь вам советом. С вами была Юлия Кондратенок и канал Процветок. До новых встреч на нашем канале.